Еще один тренд, который, наверное, уже коснулся всех, интересный тренд, что GIS действительно выходит за пределы офиса, GIS выходит в поле. Для многих здесь сидящих их первый мобильный GIS был ноутбук, который был огромный, тяжелый, который вместе с настольным программным софтом был вынесен в поле. Сейчас же Ezra создало огромное количество приложений для использования действительно в полевых условиях. От приложения для того, чтобы просто взять с собой карты в поле, смотреть на них в офлайн, то есть при помощи Explorer вы можете забрать с собой весь цифровой атлас вашей организации. До приложений, которые дают возможность удобно собирать и редактировать данные в поле. Мы уже показывали приложения, такие приложения, как Server 1.2.3, такие как Argus Collector, и сегодня еще будем про них говорить, до приложений, которые обеспечивают навигацию. И сейчас появляются новые приложения, которые просто отслеживают, очень продвинутые отслеживают местонахождение сотрудника для обеспечения его безопасности, для того, чтобы собирать статистику, знать, где люди находятся, планировать работы и так далее. Также Ezra совершенствует способы, которыми можно вводить данные в мобильных приложениях, и появляется приложение, мы его, правда, еще не видели, но оно вот-вот будет доступно. Приложение Quick Capture специально оптимизированное под то, чтобы быстро изменять данные, атрибут просто как бы оперируя своими пальцами на экране мобильного телефона. И вся эта работа, все, что мы собираем в режиме реального времени на мобильных приложениях, она становится доступной внутри дашбордов, которые являются таким уже обратной стороной процесса сбора данных, которые используются для того, чтобы отображать карты, инфографику о текущих работах в режиме реального времени. И сейчас мы хотим продемонстрировать совершенно новый продукт Ezra, трекер for Argus, который выйдет в релиз через два месяца, но он уже есть на моем телефоне. Он оптимизирован для непрерывного сбора данных о местоположении. Он не сажает батарейку, работает в фоновом режиме, может собирать данные с других приложений, геоданные с других приложений даже в выключенном состоянии. И вот я запустила его пару дней назад, и теперь, в принципе, вам и сотрудникам Data Plus, как обладателю нашего портала, доступны пара прогулок по прекрасной весенней Москве. Вот сейчас попрошу Сашу. То есть сейчас он доступен для Argus Enterprise, и вот сейчас у нас он подключен к порталу нашему 10.7, а летом он также будет, можно будет пользоваться уже с использованием тем, у кого есть подписка Argus Online. Это еще премиальное тоже приложение. Так оно выглядит. Оно установлено на моем мобильном телефоне, так же, как у Натали. Здесь мы можем видеть мое местоположение. В quality. Можно посмотреть настройки. Настройки довольно-таки простые. Можно задать, например, включить расписание. Когда мы можем включать, когда будет включена запись, когда она будет выключена. Переключить режимы. Время сбора данных. Раз 30 секунд, раз 60 секунд. Отображение. Например, можем отображать только точки высокого качества. Сейчас у нас там их будет гораздо меньше. И можно смотреть, например, треки за определенное время. И получать по ним, собственно говоря, также информацию о том, что вот вчера путешествовали на машине, он сам определяет. А тут я ходил пешком. Но это, что касается мобильного самого приложения, оно довольно-таки разработано для того, чтобы она не активно использовала батарею и в щаджащем режиме работала, в фоновом режиме. Давайте теперь посмотрим на результаты работы. Для диспетчеров у Azure есть отдельное приложение, TrackViewer, с помощью которого можно настраивать наш проект, добавлять мобильных участников, также добавлять тех, кто может администрировать и просматривать эти данные. И видите, у нас в нашем проекте три участника. Давайте сейчас на текущее местоположение переключимся. Дальше мы можем указать, что, допустим, за последние 24 часа мы хотим посмотреть наши данные и подсветить, например, как перемещалась Наталья Глебова, как перемещался, например, Александр Леонов. Так интересно поизучать. Мы поизучаем Наталью Глебову. У каждой точки, видите, есть направление движения. И кроме этого есть информация о том, о заряде батареи, о скорости, о направлении движения, о точности. Например, давайте отфильтруем нашу точность и укажем, что она должна быть не больше 15 метров, нас интересует. Соответственно, видите, весь мусор у нас ушел. И есть такие, как сказать, шаблоны, паттерны перемещения, с которыми трекер автоматически их создает. Например, есть шаблон прогулки. Соответственно, были подсвечены только те маршруты, которые касаются прогулок. Или которые мы использовали для движения на автомобиле. Вот мы из аэропорта вчера приехали. И можно также, например, отфильтровать скорость. Например, где будешь превышение на 100 километров было на данном маршруте. То есть, таким образом, это довольно-таки удобное приложение, с помощью которого мы можем анализировать, визуализировать данные. Но также эти сервисы доступны для тем, в кого есть доступ в виде сервисов объектов. Их можно анализировать в офлайн-режиме, в результате постги обработки. Например, посмотреть на треки, допустим, наш работник посещал заданные ему места или нет. Или в реалтайме можем передавать эти данные и отслеживать их в реалтайме с помощью GIS-гивен-сервера. И также отображать их в дашборде, в вебобилдере. То есть, все возможности платформы, они работают для этих данных. Спасибо.